Вот тут у меня будут обозначения. Нужно нам два определения. Первое определение – это просто арифметическая прогрессия. Арифметическая прогрессия – это шага. И начальной точкой – А. Но это не чувствует. Теперь главное определение. Что такое «дир»? «Вир» – значит, у него два параметра. Итак, степик и радиус. Это «дир» арифметических прогрессий. Я сейчас нарисую. Длины. Это арифметические прогрессии с одинаковым началом. Вот я тут, скажем, рисую первую программу «дир». С шагом Р1. А еще есть вторая прогрессия. Длина значки у прогрессии К. А есть еще вторая прогрессия. Вот, тоже длины К. А есть еще третья. Р2. Ну, рисовать, видите, неудобно. Почему это веер? Ну, вот, надо вот эти вот все прогрессии вот так вот прощепить. Так удобно. То есть, вот тут есть точка – это А. А здесь вот такие вот… У этого веера очень разные спицы, так сказать. Понятно, да? Это условное такое обозначение. Веер. Между прочим, вот эта вот часть будет называться спицей. Действительно. Часть, которая без А, называется спицей. Вот. Нас вообще интересуют одноцветные или монохроматические прогрессии, да? А вот веера нас интересует полихроматическим. Полихроматическим. Веер. Что такое полихроматический веер? Ну, такой вот он разноцветный, прям, как семицветик. Вот эта точка – у него одного цвета. Цвет один. А каждая спица – своего, но другого. Цвет два. Вот это вот цвет три. И так далее. Понятно, да? Полихроматический. Сейчас мы немножко будем обманывать. Мы хотим найти арифметическую прогрессию, а будем искать веер. Значит, ну вот тут сейчас пойдет наука, но вы не очень пугаетесь. Значит, наука образия. Значит, что мы хотим найти? Мы хотим найти арифметическую прогрессию. Причем вот вы же видели, что на самом деле, вот теорема Водервардена про все натуральные числа, но реально-то мы нашли прогрессию конечного отрезочка, правильно? Так, 100 точек возьмем, там уже пойдем, правильно? Поэтому, на самом деле, ну тут, так. На самом деле, значит, теорема Водервардена, хоть она и в бесконечной такой форме формулируется, ее можно и в конечной переформулировать. Надо, конечно, доказать, что это одно и то же, но не важно. Значит, итак, что мы хотим? Мы хотим доказать утверждение НКН. Это утверждение о том, что... О том, что в отрезке натурального ряда от единицы до НКН, ну вот, который вот мы здесь построили, да, есть монохроматическая прогрессия, прогрессия 7К. А цветов сколько? А цветов М? М это число цветов. Так. Ну вот, нам нужно доказать, да, что для любого М, для любого К, вот эта величина существует. Правда? Да? Сколько не возьмем цветов, прогрессию длины К найдем. Это нам и надо доказать, что величина существует. Ну, там, не знаю, прогрессию длины 1 всегда можно найти, да, поэтому базисто, так сказать, индукция, доказывать мы будем по индукции, базис индукции длины. Понятно, да? Но, как я сказал, сейчас наступит обман. И искать мы будем не прогрессия ВИРа. Поэтому нам нужна другая величина. Н, В, 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 М, Х-1, Д. А, пострашнее. Три параметра. Это утверждение о том, утверждение о том, что в отрезке единицы Н, В, Ф, К-1, Д. Есть монохроматическая прогрессия длины К. Вот, это важно. Или полихроматический ВИР. Радиусы К и степени ВИРа. Да, то есть есть у нас либо прогрессия длины К, либо ВИР. Значит, сколько тут их? ВИР, а длина у каждой, значит, К. Вот. И доказывать мы будем вот это утверждение, а не вот это. И изначально. Почему? Смотрите. Мы будем действовать тут индукции по Д. По числу спиц. Мы будем наращивать спицы в ВИРа. Да? Если мы докажем это утверждение для всех Д, да, по индукции, давайте рассмотрим вот такое специфическое утверждение. Сейчас наука в образе закончится, вы не бойтесь. Значит, давайте такое специфическое утверждение рассмотрим, что раскрасим мы наш отрезок, ну вот это, в М цветов, и там найдем либо прогрессию ДНК, либо ВИР с М, либо полихроматический ВИР с М спицей. Так? Ребята, чтобы иметь полихроматический ВИР с М спицами, степени там, с М спицами, то цветов нужно М плюс 1. Правильно? потому что нужно начальную точку раскрасить и вот эти спицы. Правильно? А цветов у нас всего М. И значит, если мы это докажем, то вторая, второй вариант, не реализуется. И значит, мы обязательно найдем арифметическую прогрессию. То есть вот из этого следует НКМ. Ну, обратно тоже следует, но это нам не нужно. Вот. Понятно, да? Поэтому искать ВИР это даже ну, это эквивалент, в основном, искать, потому что искать трудно.